ДОНЕЦКОГО АРОПОРТ Успешно отбивают все попытки штурма, а нападающие несут большие потери. Аэропорт находится под контролем киборгов. Всего за минувшие сутки террористы более 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом применялись реактивные системы залпового огня. В районе города Мариуполь ситуация под контролем наших войск. В районе города Мариуполь ситуация под контролем наших войск. В Донецке проходят переговоры по прекращению штурма аэропорта. Для урегулирования кризисной ситуации, сложившейся там, принимаются меры со стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня. Сегодня с утра в этот район выехали представители украинской и российской сторон. За прошедшие сутки в Донецке ранены 14 человек. В результате попадания снарядов повреждены дома, инфраструктура и коммуникации в Кировском и Петровском районах. Без энергоснабжения остались 6 трансформаторных подстанций и одна котельная. Без газа почти 3300 абонентов. С утра обстановка в городе существенно не изменилась. Во всех районах периодически слышны взрывы и залпов из тяжелого оружия. Силы АТО уничтожили средоточение российско-террористических войск. В районе Авдеевки, в том числе и прибывшие туда подкрепления военнослужащих федерации. Об этом сообщает группа информационное сопротивление. По их данным, трупы раненых вывозили в центр Донецка через Куйбышевский район. Тем временем в город, якобы для поддержания порядка, прибыли 60 казаков с юга Луганской области. Однако у них уже возник конфликт с руководством ДНР. Еще одна тактическая группа российско-террористических войск подтянулась в район Горловки. В результате огневого противостояния с силами АТО бандиты вынуждены были отойти вглубь своих позиций. По оперативным данным, все больше новоприбывших на Донбасс российских наемников отказываются воевать с украинской армией. Цель львиной доли тех, кто сейчас приходит на Донбасс из России – быстрое обогащение за счет грабежа. Ни за какую идею эти люди воевать не готовы. Из-за отказа участвовать в боевых действиях наблюдается увеличение случаев внутренних конфликтов между бандформированиями и так называемым руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В очередной раз российско-террористические войска активизируют свои действия после прибытия так называемого гуманитарного конвоя. В составе последнего прибыло 18 бензовозов, об этом сообщили в ОБСЕ. Там отметили, что это не является гуманитарной помощью. Всего в воскресенье на контролируемую боевиками территорию незаконно заехало 106 грузовиков. В СНБО заявили, что ничего не знают о составе груза. Как и в предыдущие разы представители Международного комитета Красного Креста не принимали участие в его перемещении. Украинские пограничники и таможенники также не смогли осмотреть машины. Российский гум-конвой – картинка для СМИ. Реальной помощи от них жители Донбасса не получают. Даже те продукты, которые завозятся, забирают боевики. В основном в белых грузовиках боеприпасы, военная техника и оборудование для боевых действий. Люди на захваченных террористами территориях все чаще выступают против действий боевиков. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью немецкой телерадиокомпании АРД. Он отметил, что жители Донбасса видят, как боевики с оружием грабят и убивают. И не пытаются обеспечить элементарные потребности людей. Петр Порошенко подчеркнул, что действия боевиков приводят к многочисленным жертвам. В то же время Украина не только выполняет условия минских договоренностей, но и не оставляет своих граждан в беде. Сейчас уже отношение людей, которые живут в Донецке и Луганске, к россиянам и особенно к боевикам ужасное. Они продемонстрировали, что не в состоянии обеспечить элементарные потребности людей. Там нет еды, воды, там нет тепла, там нет денег, потому что они разворованы. Там гуманитарная катастрофа. И это в то время, когда Украина, ответственно относясь к этой территории, не получая оттуда ни копейки, направляет туда газ, электроэнергию уже почти на 700 миллионов долларов. Направляет туда гуманитарные конвои, которые везут еду, медикаменты с риском для жизни. Президент Петр Порошенко направил поздравления Дональду Туску в связи с вступлением в должность президента Европейского совета. Глава государства пожелал Туску побед в будущих усилиях, направленных на дальнейшую консолидацию Евросоюза. Укрепление его международной роли и утверждение мира, безопасности и процветания на европейском континенте. Также Петр Порошенко выразил надежду, что вопросы защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержка страны на пути евроинтеграции будут находиться среди главных приоритетов деятельности Дональда Туска. Напомню, что бывший премьер-министр Польши сегодня официально вступил в должность президента Европейского совета. На этом посту Туск сменил своего предшественника Германа Ван Ромпе. Он станет первым представителем государства бывшего коммунистического лагеря, который занял пост президента ЕС. Завтра страны-члены НАТО объявят о начале работы трастовых фондов в помощь Украине. Об этом объявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Это станет одним из конкретных решений, которые блок планирует одобрить в связи с ситуацией в нашей стране. Генсек Альянс отметил, что Россия продолжает подпитывать конфликт на востоке Украины. Москва, как и прежде, предоставляет военную технику и помощь сепаратистам. Столтенберг подчеркнул, что лучшей помощью в решении гуманитарных проблем Донбасса стали бы не гуманитарные конвои, а реальное прекращение огня. Поскольку Россия нарушает международное право, то западные санкции против нее оправданы, и к ним должны присоединиться как можно больше стран. В Украине вводится институт уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью. В соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко должность вводится в соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах инвалидов и в соответствии с пунктом 28 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины. Среди приоритетных задач работы уполномоченного внедрение международных стандартов интеграции людей с особенными потребностями в жизнь общества и воспитание к ним уважения. Израильские медики помогут Украине улучшить службу скорой помощи. Об этом сообщил посол Израиля в Украине. По его словам, в течение недели представители Министерства здравоохранения Израиля посетят больницы Киева и Житомира. Оценивать уровень квалификации зарубежные специалисты начнут с медсестер. После чего планируют разработать систему тренингов для украинских медработников. Проект планируют реализовать совместно с Красным Крестом. Вместе с Министерством здравоохранения Украины и Всемирной организацией по здравоохранению на более общем уровне. То есть программу помочь создать, программу, которая поможет повысить уровень здравоохранения в Украине вообще. Что касается более специфических областей, то это на более позднем этапе нужно будет посмотреть, где наш опыт и в каком направлении будет наиболее эффективно использовать. Люстрация в действии. В Минобразовании сотрудники СБУ расследуют криминальные дела относительно должностных лиц, причастных к коррупционным схемам. Об этом сообщил глава образовательного ведомства Сергей Квит. Проверяют и высшие учебные заведения. Так в результате расследования приостановили работу Киевского университета культуры и искусств, а филиалы лишили лицензий. Что касается Киевского университета культуры, то речь идет не только о нем, но и о его филиалах. Там очень много филиалов. И мы также лишили их лицензий. Потому что когда мы подняли папки этих дел, аккредитованных у нас, то они оказались абсолютно идентичными. Если взять какой-то региональный филиал, то один и тот же профессор работает полный день в двух университетах. Тот же самый студент числится в двух университетах. И так далее. Украина в ноябре этого года увеличила поставки природного газа из Словакии, своего главного альтернативного пути импорта голубого топлива, на 9,3%. Об это свидетельствует данная оператора ГТС Словакии Эустрим. Согласно данным компании, среднесуточные поставки в ноябре составили 29,5 миллионов кубометров. Ранее посол Словакии в Украине Юрай Сивачек заявил, что давление со стороны России не мешает реверсу газа. Цена нефти может снизиться до 40 долларов за баррель, так пишет Bloomberg. Нынешнее падение цен на черное золото наибольшее со времен финансового кризиса 2008 года. Оно может обернуться не менее серьезными последствиями для финансовых рынков, чем 30 лет назад, когда обвал цен привел к мексиканскому долговому кризису и стал одной из экономических причин развала Советского Союза. При этом падение цен может продолжиться. В частности, для производителей сланцевой нефти из США цена в 40 долларов за баррель и ниже не является критической и покрывает текущие затраты на добычу. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова